Начнём с того, что на сегодняшний день 62 человека уже, на сегодняшний день так называемых серопаспортников, были высланы из страны и лишены постоянного виду на жительство. Как известно, в Латвии граждане России, Белоруссии и серопаспортники не являются резидентами Евросоюза, особенно это касательно граждан России, а в Эстонии они являются резидентами Евросоюза. И в Эстонии по закону нельзя этих людей лишать вида на жительство. Но в данном случае спецслужбы Эстонии абсолютно плюют на законы, которые же сами приняли эти законы при вступлении в Евросоюз. Они на них абсолютно плюют и сначала высылают людей из страны, а потом доказываете в судах, что вы не верблюды. Это называется так. То есть они лишают людей крова, квартир, домов, работы. Вот все мы помним недавний случай, когда человек продал квартиру, собирался выезжать в Россию, жить, потому что жить стало невозможно в Эстонии нормальным думающим людям. Это не русский человек, это гражданин Эстонии, датского происхождения, на секундочку. Он вообще, намешанно у него там кровь, немцы, датчане, эстонцы. И он собирался жить в России. Его счет арестовали, деньги арестовали, которые он получил за квартиру. Договор о том, что он съезжает с квартиры, вступил в действие. Соответственно, его семья выезжала в этот момент из квартиры. Последний день она паковала вещи, когда сотрудники КПО приехали, арестовали всю семью, арестовали счета. Человек ушел с работы, жена ушла с работы. И вот в этот момент они арестовали человека и посадили его в тюрьму. По надуманным каким-то признакам, что он там где-то в охране работает, в охране. И он имел доступ якобы к каким-то секретным, супер-секретным государственным данным и сливал их в России. Ну, понятно, что это абсолютно чушь. И понятно, что все это сделается для того, чтобы запугать людей. Именно запугать. В отношении наших активистов, он тоже был одним из наших активистов, в отношении наших активистов предпринимаются как раз подобные шаги. И каждого человека потихонечку, поодиночке, либо увольняют с работы, либо выдергивают на... Стараются выдергнуть на разговоры, стараются лишить вида нажительства. Вот недавно еще один случай был. Я не имею права пока называть имя и фамилию, потому что человек пока судится, чтобы дать ему шанс. Вдруг каким-то чудом он сможет отстоять свой вид нажительства. Но, чтобы вы понимали, там основание для лишения вида нажительства в Эстонии гражданина Евросоюза было такое, что он участвовал на митинге, который мы проводили в центре Таллина на ратуше. И в своем выступлении на сцене он сказал «Но пасаран». Это стоит в решении КАПО. «Но пасаран», там так написано, это общемировой известный лозунг антифашистов. И поэтому его надо решить вида нажительства в Эстонии. Он участвовал в корпоративе нашего движения и партии. И поэтому надо его лишить права на жительство в Эстонии. Он публично со сцены сказал, что он поддерживает наши лозунги межнационального согласия, ни интернетета Эстонии, ни участия Эстонии в международных конфликтах военных, косвенно или прямо, и восстановление отношений дружных со всеми своими соседями из Финляндии, из Латвии, из России. Вот это, по мнению КАПО, является основанием для того, чтобы лишить вида нажительства в Эстонии человека. Представляете, что происходит? Что в головах и в умах этих людей происходит? Они создали себе некую виртуальную реальность, альтернативную виртуальную реальность, и пытаются эту сумасшедшую реальность насадить на головы всех здравомыслящих, думающих людей в Эстонии. О коих, напомню всем вашим зрителям, было как минимум 25 тысяч проголосовавших за нас граждан Эстонии, и, естественно, тотальное большинство граждан России, Белоруссии и неграждан Эстонии, которые поддерживают нас в огромном своем количестве. По данным опросников Эстонии, 70-80% этих людей поддерживают наше движение и партию. Соответственно, грубо говоря, как минимум 100 тысяч человек в Эстонии, в общей сложности, одна десятая населения страны поддерживает наши принципы, наши ценности, наши декларации и так далее. Вот что они будут делать с этими людьми? Все 100 тысяч надо срочно высылать из Эстонии? И сомневаюсь. Скорее всего, речь идет о том, чтобы запугать, задавить самых активных. У нас большой коллектив, у нас примерно минимум 70-80 добровольцев, большой актив, исполком, правление. То же самое касается и движения, то есть там еще больше людей, потому что туда входят не граждане, и туда уже входят и из Прибалтики люди, и из Финляндии. Вот мы в прошлом году открыли отделение партии в Нарве, в Тарту, в Таллине, три отделения открыли официально. И вчера объявили о том, что мы открываем в январе, в конце января, отделение партии и движения в Финляндии, в Хельсинки, потому что там живет как минимум 200 тысяч постоянно или временно граждан Эстонии или жителей Эстонии, которые там работают, потому что в Эстонии потеряли свою работу. Ну и в Эстонии сейчас очень много людей теряет работу, потому что закрываются предприятия одни за другими. Вот буквально вчера выставляли люди квитанции за свои квартиры, 400 евро, 500 евро за однокомнатную, двухкомнатную квартиру. Когда я в России людям показываю эти счета, ну, люди просто падают в уморок. Да, то есть 40-50 тысяч рублей за однокомнатную, двухкомнатную квартиру, отопление, вода, свет, электричество, канализация, вывоз мусора. Ну, я вот снимаю дом в Сочи, я плачу там 6-7 тысяч рублей, там, коммуналке в месяц, 60-70 евро, дом. А тут однокомнатная, двухкомнатная квартира, 400 евро, извините, но это, конечно, просто катастрофа. Если мы говорим о том, что это рукотворная, да, это рукотворная история, создана она нашим правительством. Вот буквально вчера мы разговаривали с эстонским предпринимателем. Вот он мне звонил, говорит, Олег, сколько стоит топливо в России? Я говорю, 59 центов стоит топливо в России. Я только что заправлялся на Роснефть, буквально вот пока с тобой разговаривал, заправлялся. Он говорит, у нас топливо стоит евро 80. То есть в три раза дороже в Эстонии стоит топливо. Это означает, что финны закупают российское топливо и продают его в три доллара эстонцам в течение 30 лет. То же самое делают поляки, закупая топливо на Можаке из России, продавая его литовцам и латышам. То же самое, все то же самое. То есть миллиарды, миллиарды зарабатывая на тупоголовости и ущербности правительств стран Балтии. Это делается, еще раз говорю, рукотворно и специально для того, чтобы разрушать промышленность. Но невозможно конкурировать с поляками теми же, или с белорусами, имея сумасшедшие такие накладные расходы. Теперь касательно того, что происходит прямо сейчас. С 1 января у нас в Эстонии ужесточили и подняли планку эскалации на следующий уровень. Пошли по пути Киева. Как известно, в Киеве Киево-Печорскую лавру выдворили сотрудников физически, церковных служащих. Оттуда фактически рейдерские захваты осуществили власти Киева. В Эстонии происходит то же самое. В Эстонии есть главный храм православия, построенный он русскими боярами на самой высокой точке Таллина, на томпе Александра Невского лавра. Буквально три дня назад реформисты, правящая коалиция, потребовали от мера города Таллина разорвать договор аренды с московским патриархатом и выдворить, естественно, всех московских священников и служителей из главного храма православия Эстонии. В Эстонии есть несколько больших храмов. Вот это один из самых больших, самых главных. Как вы хорошо знаете, западные кураторы очень любят символику, символизм. Они всегда осуществляют все самые большие гадости в какие-то праздники, в какие-то даты, в какие-то... Вот они привязывают символику, к этой всей истории. Я напомню, что как только Эстония получила независимость, был подписан договор между российским правительством и эстонским, правительством о том, что московский патриархат фактически является собственником земли и зданий, которые ему принадлежали. Но поскольку это юридически было невозможно оформить корректно и грамотно, надлежащим образом, оформили это как договор вечной аренды с символичным взносом, 100 евро, 1000 евро, неважно. То есть символичная сумма, годовая аренда. Вот сейчас они потребовали расторгнуть этот договор, чтобы виток эскалации между Россией, чтобы православные возмутились, чтобы уничтожить веру православную в Эстонии, чтобы еще больше задавить и глумиться над русскими людьми в Эстонии, русскоязычными и православными эстонцами. Мэр города Таллина, центрист, фактически дал пас спецслужбам. Он сообщил о том, что если спецслужбы письменно посчитают деятельность московского патриархата антигосударственной или угрожающей эстонскому государству, то он рассмотрит вопрос о расторжении договора аренды. Это те самые центристы, которые объявляли, что они защищают интересы русских. Это те самые центристы, которые объявляли Россию террористическим государством. Это те самые центристы, которые рвали на себе рубашку, когда мы со своей петицией прошли в парламент о том, чтобы не вводить санкции в отношения России, не уничтожать эстонскую экономику. Они грудью встали, чтобы вводить санкции против России и уничтожать эстонскую экономику. Вот эти самые центристы, которые продали русское образование, которое закрывается в Эстонии с 1 января. Фактически уже уничтожено русское образование в Эстонии. Вот эти люди с одной стороны дают пас спецслужбам в Эстонии, чтобы выдворить и разорвать договор аренды. А с другой стороны едут в Санкт-Петербург, сидят там до 30 декабря и ведут переговоры, по нашим данным, на финансирование своей избирательной кампании в Европарламенте. Замечательно. Чем больше я живу в России, тем больше я понимаю, что в России есть два типа чиновников. Одни чиновники – это которые перестроились, а другие чиновники – это живут какой-то другой своей жизнью. Которые покровительствуют и устраивают эти так называемые голые вечеринки. Покровительствуют этим самым артистам, которые поливают по-моему с утра до вечера русских людей. Которые помогают таким предателям, которые объявляют их же террористическим государством и так далее, и так далее. Которые встречаются и общают, разговаривают. Как этот человек, как эти люди, как центристы могли в принципе вообще появиться в России после того, как они же Россию объявили террористическим государством. Мне непонятно. Как они могли в принципе появиться в России, зная, что в Государственной Думе России принят закон о том, что русофобия теперь приравнивается к нацизму, к расовой и межнациональной ненависти. За это уголовное преступление вообще-то полагается в России по принятым законам Государственной Думы. Ничего. Едут на переговоры, общаются, разговаривают. Ну, просто поражает. То есть цинизм этих товарищей поражает и цинизм российских чиновников, которые видят, как сотнями из Прибалтики выгоняются люди сотнями, лишаются крова, работы, денег, быта, жизни, рушатся людей за то, что они осмеливаются не соглашаться с нацистской политикой Прибалтов. Они видят этих людей. Они видят... Вот мы были на Прибалтийском форуме в Санкт-Петербурге. Там были власти Ленобласти. И там были московские власти тоже. Они нам рассказывали о том... Вот москвич выступает, начальник департамента, и говорит... Вот я вам рассказываю о том, как он маслеинцу организовывает для этих людей, которые лишились крова, квартиры, дома, работы, жизни. У людей разрушена жизнь за то, что они отказались называть себя насекомыми, за то, что они отказались предавать своих дедов, прадедов, отцов, предков. И были выдворены из страны за это или вынуждены были уехать, чтобы не сидеть в тюрьме. Вот он сидит этим людям и рассказывает, понимаете, о том, как он масленицу устраивает этим людям. Вот что в голове должно быть у человека, чтобы вот... Ну, в каком мире надо жить, чтобы приехать из Москвы и выступать при Балтийский форум, да, и глядя в глаза вот этим людям, 200 человек там сидело и смотрело на него, да. Я вот смотрел на реакцию этих людей, ну, люди вот смотрят на меня и говорят, ну, что у него в голове, что вот, ну, что можно... И так все так спокойно, спокойно, все сидят так спокойно, спокойно, то есть вот понимают, что вот часть чиновников России такая. Вот. И потом, конечно, я немножко по-другому выступил на трибуне и другую немножко ситуацию, статус-кво охарактеризовал российским чиновникам. Может быть, у них немножко после этого что-то в голове поменялось. Вот это больше всего поражает. Вот это поражает больше всего до глубины души. То есть... И, конечно, все это видят. Та же самая Каякала с премиум-министром Эстонии, да, она же зарабатывает деньги до сих пор. Через своего мужа зарабатывает деньги в России до сих пор. Мы с вами знаем, только мы с вами знаем только два контракта. Это на 30 миллионов евро и на 90 миллионов евро. Это только то, что мы знаем. А мы не знаем других контрактов. Мы не знаем, сколько было всего еще. Мы знаем, что под видом норвежского газа в Эстонии продается российский газ. Мы знаем, что большой порт Санкт-Петербурга переваливает громадное количество продуктов на экспорт, в том числе и нефть, и газ, жиженый, который потом называется нефтепродукты неизвестного происхождения. Самая популярная позиция на лондонской нефтяной бирже. Как вам такая история? И это же потом все нам же и продается. Оно потом волшебным образом приобретает какого-то другого собственника. В Брюсселе точка входа. Брюссель. Газовая точка входа. Прекрасно. Молодцы. Вводят санкции, рассказывают о том, что Россия – это страшное террористическое государство, и сами же спокойно на этом зарабатывают, уничтожая бизнес всех остальных вокруг. На монополии зарабатывают. Для этого мозгов там больших не надо. И вот когда ты на это смотришь, ты понимаешь одно, что нас считают за очень тупых баранов. Вообще правительство Эстонии приняло такую либеральную повестку дня. Оно относится к людям как к тупым баранам. Оно не считает нужным. Оно не считает нужным вообще объяснять что-то. Вот сейчас они засекретили бизнес Каякалос. Капо засекретила бизнес Каякалос и запретила об этом бизнесе в прессе теперь даже упоминать. Один журналист упомянул, заплатил 1200 евро штрафа через три дня. Через три дня заплатил 1200 евро штрафа. Она рассказывает с трибуны о молекулах электричества, которые выходят из розетки. То есть, с одной стороны, она считает вокруг людей дебилами, баранами тупыми. С другой стороны, ее уровень образования просто ужасает. Ну, просто ужасает. Когда министр обороны Германии вот буквально два дня назад выступает на полном серьезе и говорит о том, что российские БПЛА, беспилотные летательные аппараты, летают над Германией, и снимают, и смотрят, как немцы обучают украинских летчиков. О чем это говорит? Либо ПВО НАТО вообще не существует, не работает. Ну, вот я задаю вопрос. Я вот, зритель, мне вот министр обороны Германии говорит о том, что все это время, два-три месяца, российские БПЛА летали над Германией и снимали, как украинские летчики тренируются и как их обучают. У здравомыслящего человека возникает два вопроса. Первый вопрос. Где ПВО НАТО, которое нас закрывает, купол, он же нас закрывает, защищает от России. Где оно? Либо, что в голове у министра обороны. Ну, либо-либо. Либо ПВО нет вообще, тогда за что мы миллиарды платим? Мы платим миллиарды за так называемый купол НАТО. Либо, что в голове у министра обороны Германии. Писториус. Или, например, вот вчерашний скандал министра обороны США лег в больницу. Четыре дня его никто не мог найти. Четыре дня. Ядерная держава. Как вы знаете, нажимает на кнопку президент и министра обороны. В случае возникновения ядерной катастрофы или ядерной угрозы, удара. Человек просто ложится в больницу и представитель Белого дома и помощники президента говорят, а мы не знали. А мы не знали. Нас никто не уведомил. Это говорит официально. Это не дядя Вася и не дворник, не уборщица. Это говорит официально. Белый дом. Что они даже не знали, где находится министр обороны США. О чем это говорит? О том, что никакой угрозы-то нет. Ну, нет никакой угрозы. Потому что, если у людей есть угроза, они готовы в любую секунду на нее отреагировать. А если ее нету, так они даже и не парятся на эту тему. Понятно, что с деменцией президент, стареющий, больной, дряхлеющий, не в состоянии принимать адекватные решения. Но есть министр обороны же вроде как, да? А он попал в реанимацию. Он минимум четыре дня лежал в реанимации. Минимум. И мы же понимаем, что если он лежал в реанимации, то никакому ядерному чемоданчику речи быть не может. Он не в состоянии был адекватно воспринимать информацию и принимать решения. Вот вам конкретные ситуации, которые показывают уровень принятия решений, уровень компетенции людей, которые управляют миром. Когда пример, когда канцлер Германии выступает в парламенте, в Рейхстаге, официально говорит о том, что Россия построила трубу, подала напряжение, газ, ждала только, чтобы Германия открыла, грубо говоря, трубу для того, чтобы поставлять газ в Германию. И потом Путин сам взорвал же Северный поток. Ну, вот смотришь на этих депутатов, они вот сидят, и они вот половина вот такие глаза, а половина хлопают ему. Он же говорит откровенную ложь. Откровенную. Прямо в Рейхстаге. Выступая в парламенте, с трибуны. Откровенно. И все понимают, что это ложь. Вот это самое страшное. То есть наш мир абсолютно разбалансирован. Если они нам рассказывали об управляемом хаосе, так называемом управляемом хаосе, сейчас он не управляемый хаос. Сейчас куча конфликтов назревает, да? Венесуэла предъявила требования на острова Аргентина, предъявила требования на острова израильский, аргентинский, Израиля-палестинский конфликт, Украина и прочие. Сейчас Китай, США начинают открытую конфронтацию за Тайвань и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что мы вступили в эпоху неконтролируемого хаоса. И вот эта ситуация, конечно, прямым образом сказывается на Прибалтике, на Эстонии. Прямым образом. То есть они могут творить любые беспределы. Вот что хотят, то и творят. И, конечно, в этой ситуации в первую очередь страдают люди. Обычные люди, которые имеют смелость оставаться человеками, которые отказываются терять свою самость и отказываются говорить о том, что они насекомые. Вот я вынужден находиться в эмиграции, потому что я отказываюсь признавать себя насекомым. У меня есть внутренние заложенные в меня предками ценности, которые я не могу предать. Это как часть меня взять и отрезать. Но я так не могу. Ну, понятно, что живу я сейчас гораздо скромнее, чем я жил раньше, потому что они разрушили мой бизнес. Первое, что они сразу сделали. Но по-другому я просто не могу поступить. Либо садиться в тюрьму рядом с Айва Петерсеном, с которым мы вместе мы создавали движение, партию, и с которым вместе мы всколыхнули и подняли много-много здравомыслящих людей в Эстонии. Но главное, что я хотел сказать, то есть уровень эскалации, градус эскалации искусственно поднимается еще выше. Они теперь создали патруль, ездят, значит, смотрят, кто там, новогодний патруль, так называемый, кто пускает салюты одновременно с Россией, что должно быть в голове у этих людей. Запретили русское радио, теперь оно называется суперрадио. и прочее, 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 То есть, вот сейчас в этот год будет, наверное, решающим в смысле спецоперации или войны, как угодно это можно называть, или военного конфликта между Россией и Украиной. И британцы сделают все для того, чтобы открыть второй фронт. В Латвии, в Литве, в Эстонии все они сделают. Все мы помним прекрасно про волшебные дроны, которые прилетели во Псков внезапно. И отряды пограничников поднятые в ружье за час до прилета дронов в Латвии, в Эстонии почему-то. За час до прилета дронов. Чего они даже и не скрывают, кстати, особенно. Да, поднятые в ружье, откуда вы это знали? Украина член НАТО? Или Украина своей операции согласовывает с Эстонией? Ну, это смешно. Поэтому сейчас эта ситуация будет только накаляться. И, конечно, в преддверии европарламентских выборов все больше и больше активности спецслужбы будут проявлять для того, чтобы запугивать людей и не давать людям голосовать за наших кандидатов. Во многом. Это зависит от того, как быстро российские чиновники перестроятся, первое. И второе, это будет зависеть от того количества людей, которые спецслужбам Эстонии, Латвии, Литвы удастся запугать в Прибалтике. Если люди не предадут сами себя, у нас очень много эстонцев стало заходить в движение, которые понимают, что происходит. И наших эстонцев тоже запугивают, звонят, провоцируют и так далее. То есть это говорит о том, что здесь речь идет не о том, что ты именно русский, а речь идет о том, что нацисты запугивают и стращают тех людей, которые им не нравятся, которые их не устраивают. Они устраивают им, потому что у них есть мозги и которые не хотят, чтобы Эстония, Латвия, Литва повторила судьбу Украины. И сколько этого терпения у России? Сколько раз она будет отказываться от этого приглашения на войну, которое Прибалтика ей будет вновь и вновь и вновь посылать руками британцев? Точнее, наоборот, британцы руками Прибалтов будут посылать? Сложно сказать, я думаю, что ты тоже не сможешь ответить на этот вопрос, но в конечном итоге, как обычно бывает в Российской истории, пока Россия юридически, экономически, политически, хотя бы в первую очередь не проявит силу и не поставит людей на место этих, это будет продолжаться и усиливаться. Мы это с вами видим каждый день. Так что оптимистических новостей у меня нет, но главное, что мы есть, мы существуем, нас много, и мы, конечно, только растем, к счастью. Количество здравомыслящих людей в Эстонии, это я могу сказать точно, даже по нашему движению, по тем, сколько людей заходит в движение, и в партию растет. Это сильно радует, поэтому, пользуясь случаем, я еще раз хочу всех поблагодарить за помощь, участие, за деньги, которые вы шлете каждый день на юристов, которые мы тратим на юристов в защиту Айва Петерсона. Нам это все очень важно, и мы дальше будем сражаться, и, конечно, мы победим. Здесь даже нет никаких сомнений. Продолжение следует...